Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе в Израиле мы изучаем недельную главу Балак, в которой рассказывается, что был такой ужасный грешник Билам, который общался с Богом, который знал про все духовные законы, который был великим пророком, и ничего, это все эти великие знания, и духовный уровень не помог ему стать хорошим человеком, а наоборот, он был ужасным грешником, который требовал большие деньги, чтобы пойти проклясть еврейский народ. Невинных людей, которые ему ничего плохого не сделали и не собирались делать, уничтожить, проклясть, сглазить, сделать что-то ужасное людям, которые просто проходят мимо свою страну в Израиле. И здесь нам мудрецы в Перке-Авод сразу говорят, что есть Авраам Авину и его ученики, а есть Билам, грешный Билам и его ученики. И, конечно, Перке-Авод рекомендует, будь как Авраам. А почему на одних местах Авраам, а на других местах Билам? Почему их сравнивают? А все очень просто. Кто был Авраам? Авраам Авину – это человек, который постоянно пытался заниматься хеседем, помогать другим людям. Ведь зачем Всевышний? Почему есть в мире бедные люди? Бог всех любит. Мы все по образу и подобию. Почему же есть бедные? Почему есть несчастные? Почему люди есть, которые нуждаются в чужой помощи? Почему так получается? Потому что Бог хотел, чтобы богатый человек мог спастись от своих же собственных грехов. И как же он спасется? Он идет, помогая бедному. И, помогая бедному, ты сам спасаешь самого себя. Поэтому в мире есть бедные и богатые, которые нуждаются. И мы можем им помочь, чтобы спасти самих себя. Поэтому Бог устроил такую систему. Авраам Авину – он был полностью на 100% хеседом, помощью для других. Он больной, он старый, неважно какая погода, он всегда ждал гостей, всегда ждал, кому же помочь. До такой степени, говорят наши мудрецы, что был такой город Сдом, мы все про него знаем. В Сдоме была абсолютно другая религия. Они считали, что если ты кому-то помогаешь, ты ему делаешь плохо. Ведь если ты ему помог, он остался таким же, как и был, и он не научился сам себе помогать. И в Сдоме, если кто-то кому-то вздумал в Сдоме помогать, его убивали. Убивали любого человека, который поможет бедняку. Это был Сдом. Это были люди самые-самые грешные. И мы это видим из того, что Бог их наказывает, уничтожает весь город. И это были люди, которые самые противные для Авраама вину. Авраам всем хочет помогать. Сдом не хочет никому помогать. Авраам, понятно, что таких людей презирал. Но что мы видим? Говорят им наши мудрецы, когда захватили Сдом и захватили родственника Авраама, Лота, который был среди них. Авраам вину спасает не только своего родственника, а он спасает всех садомитян. Почему? Потому что надо помогать. Дальше говорят им наши мудрецы, что когда Всевышний сообщает Аврааму, я иду уничтожать Сдом, потому что такие люди не могут существовать в этом мире. Авраам молится за них. Пожалуйста, Всевышний, а вдруг там такое количество праведников? Бог говорит, хорошо, проверим. Авраам продолжает ему говорить, а вдруг там чуть-чуть меньше, ну давай, спаси. Авраам всеми силами пытается спасти Сдом, даже когда Всевышний решает их уничтожить. Насколько этот человек, Авраама вину, великий Авраама вину, насколько в нем много добра и хеседа, что он готов спасти даже самых отвратительных ему людей, самых ужасных грешников садомитян. Это был Авраама вину, бескорыстное добро спасать и помогать всем, даже с даже ужасным грешником. И говорит Мишна, в Перкаевод, что будь как Авраам, учись у него, будь учеником Авраама, который бескорыстный хесед, бескорыстное добро даже для плохих людей. Это с одной стороны. Говорит нам Мишна, посмотрите на этого Белама в нашей недельной главе, который за деньги готов уничтожить и сделать плохо людям, которые ему ничего плохого не собираются сделать и никогда не сделают. Вот этот Белам написан на нашей недельной главе, что он молится Богу, что он просит у Бога. Пожалуйста, Всевышний говорит Белам, я хочу, чтобы мои дети были как Авраама вину. И он еще молится, я хочу умереть и попасть в рай, как Авраама вину. Белам знает, что такое рай. Белам знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он желает своим детям не быть как он, а быть как Авраам. И он просит у Всевышнего, давай, сделаем моих детей, чтобы были такие большие праведники, как Авраам. Белам знает, что такое хорошо. Он знает, что быть Авраамом это вау, это попасть в рай, это быть на связи со Всевышним. И он просит это для своих детей. Но сам Белам не готов трудиться над собой, работать над собой, чтобы быть как Авраам. Этого он не хочет. Он хочет разврата, он хочет денег, он хочет делать зло другим людям за деньги, уничтожать другие народы. Это был Белам. И Мишна говорит, вот не будь таким как Белам, не будь таким грешником, который знает все правила. Он знает, что такое хорошо. Он знает, к чему нужно стремиться, но сам к этому не стремится, а только готов молиться, чтобы попасть в рай. Не заслуженно. И только молится за то, чтобы вот дети попали в рай, как Авраама вину. Итак, дорогие друзья, Тора нас учит колоссальному уроку, что бывают ужасные грешники, которые знают, что они ужасные грешники, но не готовы меняться. Бывают люди, которые за деньги готовы причинить вред другим людям, уничтожить целый народ. И говорит нам Мишна, будь как Авраам, бесконечное добро даже для грешников. И не будь как Белам, бесконечное зло даже для праведников. Спасибо огромное за внимание. Дай нам Бог всему достоится быть учениками Авраама Абину. Шаббат шалом.